Сегодня 27 октября. Очередной чудесный день. И я с подружками, у меня сегодня прекрасная компания, иду за грибами. Нам сказали, что в этом месте начали расти белые грибы. Надеюсь, что мы их найдем. Первый на сегодня грибочек, грибочек дубовичок. Вот они такие молоденькие. Ох, какие красивые. Суперский гриб. Хорош на засолку и маринад. Подружка кричит, иди, иди, красивые грибочки. Прибегаю, и что я вижу? Вижу я смертельно ядовитую бледную поганку. Вот она как маскируется под красивый грибочек. Гриб очень ядовитый. Сразу видно, что относится к мухоморам, потому что видно, что она растет из яйца. Так что будьте бдительны и осторожны. Так, что-то вижу тоже, наверное, из балет. О, отличный гриб. Это называется полубелый. Вот он такой весь желтенький, хорошенький, отличный гриб. Свежий, сырой гриб немножко пахнет аптекой, но при отваривании этот запах пропадает, при сушке тоже. Поэтому гриб замечательный. Берем. Недалеко нашла полубелый гриб и издали подумала, что это еще полубелые грибы издали похожи. А это бледные поганки. Вот они растут здесь в достаточно большом количестве. Вот так вот. Обманочка получилась. Вот она какая красавица. Сначала увидела громадную красную сыроежку, но я ее брать не собиралась. Но она привлекала мое внимание. А рядом стоит хороший грибочек. Сейчас проверю, какой. Так, что это у нас? О, это полубелый гриб. Так что полезно обращать внимание на сыроежки. Так, а рядом с полубелым грибом, похоже, растет мухомор серо-розовый. Сейчас проверим. Он или нет. Так, он на срезе должен обязательно розоветь. Поэтому так и называется мухомор серо-розовый. Так, вообще-то это на него похоже, но розовеет мало. Не будем рисковать. Вот вдалеке стоят бледные поганки. Или еще их называют мухомор зеленый. А рядом тоже мухомор. Так, сейчас фокус наведу. Но этот мухомор уже называется мухомор серо-розовый. И он вполне себе съедобен. Вот такой красивенький. Вот он. И чистенький беру его. Вот он. Мухомор серо-розовый. Это просто классический. Ой, какой красавец. Идеальный. Просто по своей форме. Молодой. Так, ой, тут он, правда, червивый, хоть и молодой. Так, срезаем дальше. А здесь уже хороший пошел. Вот, гриб совершенно нормальный. Можно его варить, жарить. Все, что угодно. Хоть мухомор, но вполне съедобный гриб. Вижу, вижу, надеюсь, что и вы видите. А это самая лучшая добыча. Это белый гриб. Ох, какой красавец. Ой, это дубовый белый. Шикарный. Шикарный. Просто шикарный. Так, рядом паханочка. Супер. Недавно мне попались мухоморы серо-розовый съедобный. И совершенно недалеко растет другой вид мухомора. Это мухомор пантерный. Он отличается от серо-розового белыми крапинками. Сразу хорошо видно. А вот сейчас показываю серо-розовый. У него крапинки бежевого цвета. Это самый такой яркий и бросающийся в глаза отличительный признак. Так, а что это такое большое и белое, я вижу. Так, это похоже на шампиньон. Сейчас посмотрим. Так, точно, шампиньон. Но вот с ними разобраться вообще очень сложно. О, в Болгарии очень большое количество несъедобных шампиньонов. Я даже вот тут немножко радуюсь, что он червивый. Что не надо мучиться с его определением. Издали увидела вот тот вот полубелый гриб. Несусь к ним. А перед ними стоят вот такие два молоденьких дубовичка. Все отличные грибы. Собираю. Белые грибы и мухоморы, конечно, любят одни и те же места. И вот тут целая дорожка из мухомора серого-розового. От совсем молоденького и до взрослых грибов. Сейчас самые хорошие соберу. Вот какие они красивые, стоят на солнышке. Вот чудесные грибочки. Но белые, конечно, мне нравятся больше. Так, что это я такое большое вижу. Сейчас посмотрим. Вообще издали прибежала, думала, что это белый гриб. Но вблизи уже сразу видно, что это не белый. Это мухомор. Очередной мухомор серо-розовый. Вот он. Сейчас отрежу ножку. И вот видно, что он отличается таким красноватым оттенком, появляющимся на срезе. Его тоже одна из отличительных особенностей от мухомора пантерного. Пантерный мухомор всегда чисто белый. А здесь какое интересное соседство. Мухомор и серо-розовый. Рядом мухомор пантерный. У него белые крапинки. Рядом муховик трещиневатый. Ой, ну он правда старый. Оставляем его. А вот те мухоморчики серо-розовые я возьму. И вот опять соседство мухомора и отличного белого гриба. Это белый дубовый. Вот он какой. Отличный. Надо еще рядом посмотреть. О, развернулась. Только один беленький нашла, развернулась. А тут стоит еще лучше. Вот он какой молоденький, хорошенький. Вот он. Вот он беленький. Так, подружки убежали вперед. А я двигаюсь не просто медленно, а очень медленно. И вот нахожу грибочки. Это грибочек муховик. Не белый, конечно, но хороший. Так, нашла интересный гриб. Он интересен не с точки зрения съедобности, несъедобности, а очень красиво растет. Этот гриб называется чешуйчатка разрушающая. А растет он красиво вот на таком старом, обросшем мхом дереве. И просто вот картинка с выставки. Вот его сфотографирую просто. Красота. И снова на моем пути встречается бледная поганка. Ну вот это просто классический вариант без всяких изъянов. Ровненькая, красивенькая. Со всеми признаками. Вот видно яйцо, из которого она выросла. Видно юбочка отслоившаяся. И прекрасная, ровненькая, зеленоватая шляпка. А вот этот гриб вызвал у меня сегодня истинное удивление. Вот это вот опенок. Причем хороший такой опенок медовый. Очень толстый, крепкий. Но он растет один. Хотя они должны расти большими семьями. Но для начала тоже неплохо. Конечно я его возьму. Вот еще один интересный гриб. В этом сезоне я их не встречала еще. Этот гриб называется рогатик. Ой, как красиво солнце сейчас его подсвечивает. Лычек такой. Вот. Часть из них съедобна. Часть нет. Но грибы, скажем так, даже те, которые съедобны не самого высокого качества. Поэтому эту красоту я просто оставляю в лесу. Ух ты! Какой огромный! Дубовый, белый. А вот там сзади еще второй стоит. Вот он. Так, сейчас посмотрим. Как он... Ох, как он прикрепился прямо. Ой, какой! Так, а тот? А тот? Кстати, рядом с ним растет пантерный мухомор. Так, ой, как всегда мне везет на кусты. Так, в кусты. Вот они какие! Вот они какие! И сейчас ножички пообрезаю, проверю, хороший или нет. Нашла два белых и стала смотреть внимательно. И вот он, третий. Как его, бедолагу, скрючила. Сейчас мы ему поможем выбраться из-за подни. Освободим его. Опа! Так, даже не очень-то и она освобождается. Так. Сейчас. Ох, что-то его там держат. Так. Как всегда приходится на четверень, как тут ползать. Ой, бедненький развалился. Так, вот. А, корень его держал. Часть шляпки тоже возьму. Она чистая. Я нашла целую полянку красивых рогатиков. Но это грибы, чтобы сфотографировать. Вот они какие чудесные, красивые. Вот там я вижу еще. Но оставляю их в лесу. Пускай радуют всех своей красотой. А лес здесь такой интересный. Весь какой-то в кустах непроходимых. Но грибы растут, белые попадаются. Сегодня мне везет на огромное разнообразие грибов. Причем часть из них ядовитые. Вот очередной гриб, который очень часто в лесу принимают за лисички. Но эти уже огромные. Их трудно принять за лисички. А когда они маленькие, желтенькие, то берут, мне неоднократно присылали такие грибы на опознание. А этот гриб называется амфалотус масличный. Гриб ядовит, хорошо хоть не смертельно. Лет 10 назад мои одни друзья так насобирали таких лисичек. Потом 4 дня было жестокого выживания. Будьте бдительны. Они всегда растут около основания деревьев, пеньков, веточек. Вот такой вот имеют вид. Они более темные, коричневатые. Так что будьте бдительны и осторожны. Вот это гриб! Вот это не просто гриб, это грибище! О, сегодня везет на белые. Жалко, наверное, он сейчас посмотрим, испортился он или нет. Ой, какой здоровый! Так, ножка точно червивая. Есть надежда на шляпку. Так, надежда на шляпку есть. Вот если серединку убрать. Так что вот. Так, надо смотреть еще. Так, вижу, вижу, еще грибочки. Сейчас. Один. Ой, это что-то... О, зацепился как. Раз. Два. Три. Это даже упал почему-то. Или кто-то его сбил ногой, непонятно. О, а что это такое? Они тут попадали, такие грибы хорошие. Это дубовик оливково-бурый. Вот какая кучка их. Сейчас проверю на червивость. Так, больше не видно? Вроде бы больше не видно. Не знаю, кто в этом месте ходил и сбивал маховики. Уже не первый вижу сбитый. Этот тоже вот слегка подбитый какой-то. Но это хорошие грибы, я их возьму. Надеюсь, вы тоже это видите. Еще один замаскировавшийся белый гриб. Вот он. Так, замаскировался. Давно стоит. Ой, вижу, что ножка уже тарухлявая. Шляпка вроде нормальная. Сейчас проверим. Ой, ножка совсем кердакей. Так. А шляпка вроде ничего. И опять прямо полчища бледных поганых. Но вот в этом месте они не зеленые и темные, а прямо такие лимонно-желтого цвета. И молодые такие, и старые. И вот их сколько здесь много. Так, там кто-то у нас крадется. Подружка. Вот, показываю их вблизи. Вот, подружка позвала, говорит. Это поганки? Поганки? Я говорю, да, поганки, мухоморы. И только стала говорить, что если нашла мухоморы, смотри, белые грибы. И вот он, красавчик стоит. Если б не поганки, никогда бы не заметила. Это балет бронзовый. Отличается очень темно-коричневой шляпкой. Растет в дубовых лесах. И вот если бы, честно говоря, не обратила внимания на мухоморы, думаю, мы бы его прошли. А так он сейчас окажется в моей корзинке. Еще один сегодня новый вид грибов. Это называется навозник дятловый. Характеризуется вот такой вот пестрой, красивой шляпкой, как у дятла. Гриб несъедобен, даже ядовит. Поэтому оставляем его в лесу. Ой, а вот там сейчас покажу, как они выглядят, когда совсем старый. Вот шляпка у него совсем уже загнулась. А вот это вот молодой экземплярчик. Вот какой красивый. Так, вижу, белый стоит. Очень интересный экземпляр. У него от жары растрескалась вот такая вот шляпка. Интересный узор получился. Ой, и внизу он весь подсох. Сейчас проверим, хороший или нет. Так, аккуратненько срежем. Ох, как это ни странно. Он сухой, но чистый. И поэтому занимает место в моей корзинке. Сегодня определенно везет на всякие ядовитые несъедобные грибы. Вот очередной ведьмин круг. Ой, вон сколько там их далеке. Много вижу. Огромное количество. Вот эти грибы. Они тоже выглядят очень симпатично. Правильно, прямо по незнанию просится в корзинку. Но этот гриб называется энталома ядовитая. По названию уже видно, можно или нельзя его есть. А так их просто огромнейшее количество. Вот видите, оранжевую шляпку. Издали этот гриб можно принять за сыроежку. Но я на 99% уверена, что это не сыроежка, а цезарский гриб. Мухомор цезаря. Он тоже относится к мухоморам, которых я сегодня просто огромное количество находила. Но этот мухомор съедобен. Вот он как раз. Точно, сейчас покажу все признаки. Растет из яйца. И от красного мухомора. Отличается ярко-желтой мякотью. Вот он, отличный гриб. Можно есть сырым. И опять чутье меня не обмануло. Вот нашла круг из бледной поганки. И думаю, надо проверить. Должен тут белый гриб маскироваться. И вот он действительно маскируется среди них. Вот одна... Так, я где-то зацепилась там. Ну ладно, сейчас сниму. Вот одна поганка. Вот вторая поганка. А между ними растет вот такой вот белый гриб. Ох! Вот он какой. Ой. Так, немножко староватенький похоже. Но сейчас проверю, срежу. Вот опять интересное соседство. Бледные поганки и мухомор... Ой, уже заговорилась. И бронзовый балет. Это белый гриб. Ой, только, наверное, тоже староватенький. Но сам факт. Растут совершенно рядом. Какая прелесть! Вот такие беленькие грибочки. Раз, два, три. И вот он четвертый. Его, кстати, наверное, кто-то подбил, потому что он еле держится. Вот так вот. И это все недалеко от бледных поганок. Я думаю, что это на сегодня последний вид грибов, который я нашла. И они опять ядовитые. Этот гриб, который я сорвала уже, называется гибелома клейкая. Сверху она похожа на березовые, белые или вообще на какие-то такие симпатичные грибочки. Но гриб ядовит. Клейкая называется, потому что в сырую погоду шляпка становится клейкая. А на ножке вот такой вот штриховатый рисунок у нее характерный. Под шляпкой бежевая. И шляпка в центре всегда темнее, чем по краям. Вот очередной сегодня несъедобный гриб. Но думаю, на этом я закончу. Потому что у меня сегодня вот такая чудесная корзиночка с белыми. Просто суперская. А пока-пока. С вами была Ольга и мои грибные истории.